Кино, которое может закончиться не очень хорошим финалом. Просьба открыть кинотеатры – это уже не просто прихоть зрителей. Это жизненно важно для тех, кто работает в сфере кинопроката. Никакой поддержки во время пандемии. Почти полгода на паузе. Кинотеатр «Пионер» в Барнауле уже потерял большую часть коллектива. Ребята увольняются уже самостоятельно, ищут более оплачиваемые места, чем мы можем сейчас им предоставлять. Нам, конечно, это очень больно, потому что мы же тут работали одной большой семьей. Мы едем в автобусе, мы едем на шутки, мы общаемся на работе. Это то же самое в кинотеатре, все равно там жить отдельно как-то сидят. Еще карантин толком не закончился, и этот масочный режим, он не открывает возможности сходить нормально в кино. Пусть каждый человек задумывается о том, что надо повышать иммунитет. Имбирь, вот у меня в кармане имбирь, ягодка. Ну, ребенку, я сам слушаю. Так что пора в кинотеатры. Тяжелые времена сейчас у всех. Так собственник сети «Киномир» заявил о своем желании обратиться к Виктору Томенко с просьбой разрешить работу кинотеатров. Аргументы понятны, если их не открыть сейчас или в ближайшее время, зрители пропустят интересные премьеры, ну а некоторые кинозалы уже никогда не откроются. Все эти ограничительные меры попахивают двойными стандартами. Например, сзади меня обедают люди. Между их столиками точно такое же расстояние, какой кинопрокатчики обещают обеспечить своим зрителям в зале при просмотре фильмов. Открылись фитнес-центры. Власти провели день флага. В Барнауле готовятся ко дню города. В Яровом живое выступление певца «Не лето» превратилось в концерт. Футбольный матч на «Динамо». Трибуны пустые, зато болельщики отцепили забор. При этом кинотеатры закрыты. Несмотря на то, что собственники сети обещают дезинфекцию после каждого сеанса. Также вентиляция не пускает воздух обратно в зал. Для зрителей продажи билетов в шахматном порядке. Наша программа была обновлена. И теперь, когда вы покупаете билет, неважно, оффлайн или онлайн, вокруг вас автоматически бронируются места. То есть вы придете один, вы придете с семьей, вы придете с другом, покупаете билеты, и уже автоматически места вокруг вас будут забронированы. Кстати, несмотря на то, что правообладателям невыгодно крутить премьера в полупустых залах, они все же готовы пойти на риски. Так что, если кинотеатры откроются в сентябре, мы увидим такие фильмы, как «Довод», «Новые мутанты», «Мулан» и многие другие. Закрыть ворота! Завтра кинопрокатчики запустят в инстаграме челлендж «Откройте кино». Если просьба будет услышана, то скоро зрители смогут открыть мир кино. Заново. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Ирина Корчагина, Алексей Физин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова